спасибо василий что ты пришел к нам на канал очень приятно я очень рад видеть свою первую персональную тренировку провел где-то в 99 году поработал фитнесе где-то получается лет 12-13 и последние лет 5-6 работаю в профессиональном спорте и как я уже начал говорить область моих интересов это физическая подготовка вот в 2007 году я поступил в аспирантуру и попросился в ученики к профессору виктор николаевичу силу яну так как он мыслил я это не до неоднократно в интервью говорил не видел чтобы кто-то из специалистов так смело и прогрессивно и системно и философски мыслил именно в спорте очень легко тренировать какую-то одну кондицию ну действительно сильная проблема я говорю опять же ну неоценимый вклад в наше понимание организации тренировочного процесса снова обращаясь к адаптологии внес виктор николаевич а вот силу яна как раз вот если поговорить о школе силу яна то есть я смотрю на самом деле хэштег есть да кто не знает есть хэштег силу яновцы да если точнее то есть мы сейчас пытаемся хоть как-то да по своими силами увековечить память нашего учителя и но участок как мир 21 мир цифровых технологий будем всячески делать это на цифровом носителе поэтому есть в инстаграме хэштег я силу яновец это все наши его ставят ну и просто до силу янов но и постепенно постепенно потому что забегая вперед есть хейтеры есть оппозиция есть лагерь который ну как бы очень жестко и нелестно отзывается уже даже причем даже сейчас человек когда человек уже ушел и я читаю эти комментарии потому что когда мы с ними встретимся на научно-практической конференции но люди ведутся очень некрасиво и сколько мы их не приглашали к очной дискуссии потому что у нас есть место и как бы к слову будет сказано существует две научно-практических конференций так скажем проводимых людей наших людьми из нашей команды которые на секундочку имеют статус министерства спорта эта конференция наука для фитнеса она официальная можно найти зайти на сайт министерства спорта и посмотреть да действительно эта конференция есть в расписании уже на 18 год и конференция нашего друга и партнера сергей николаевич агапкина известного врача известного реабилитолога наука йоги точно также имеет гриф министерства спорта то есть найти конференции можно попасть свободно как-то записаться конечно единственно что ну не знаю сильно эта преграда неприятно там там платный вход но не нам наш взгляд как бы там от от 1000 до полутора где-то так попасть можно два дня докладов науки созданных нашими руками нашими коллегами с возможностью задать вопрос обсудить с возможностью получения сборника с возможностью получения диска видеоматериалов ну и самое главное что как бы важно для молодых ученых это возможность выступить проверить себя для тренеров и получить статус публикации выступления на настоящей конференции научно-практической всероссийской а иногда она даже с международным участием потому что участвовали в последний раз представители израиля до израиля но вот мы как постепенно развиваемся в эту сторону и еще раз ну делаю акцент что конференция официальная то есть как бы не то что мы с тобой вот решили и сказали давай на грядном канале придумаем свою конференцию так можно сделать но она не будет иметь так скажем ну какой-то официальной юридической силы а вот эти вот места то есть это не просто между собой чик нам нам пытаются да у коряки то там вот вот волков с мирошником собрались друг другу по докладу рассказали обнялись сфоткались и как бы этому нет ребят это это официально и проходит она ни много ни мало ни много ни мало в ргувке в цитадели спортивной науки российской федерации вот и в президиуме в комиссии ну как правило как правило от 8 докторов наук педагогических биологических и медицинских и вот молодых тренеров нас с трясущимися руками мы приходим докладываем докторам наук и они задают вопросы говорят недавно я выступал там ганьян степан александр говорит что василий василич ну вы что-то не то рассказали вот и ты должен доктору наук да то есть ребят это все очень это интересно но это вообще не шутки и это серьезное мероприятие как бы пусть это дабы будет в качестве рекламы но это не переписанные какие-то старые учебники или заимственные западные это наука сделанная своими руками пускай кто-то на весах с помощью там индекса массы тела кто-то с биохимией но люди стремятся измеряют и доказывают и полемизируют это хорошая очень школа для молодых тренеров кто видит себя например ну либо ученым либо каким-то методистом вот соответственно вот это вот а вот ну про силуяновцев я понял да да вот есть я так же понимаю несколько направлений да и тоже у других ученых возможно да чем вот отличие этой там от других например ну можно действительно так грубыми мазками сказать что сейчас спортивной науке существует так скажем никаких некий не то что раскола как бы два лагеря сторонников силуянова и его как бы противников и мне вот часто на семинаре там или где-то вот в спортивной обстановке говорят что вася вот как бы вы по силуянова тренируетесь а мы вот как бы пробовали по силуянова сейчас вот не по силуянова для меня вот эта фраза не очень понятно потому что я считаю что не правы не те и не те кто тренируется по силуянова не до конца прав и те кто не стали тренироваться по силуянова тоже потому что я для себя не понимаю что значит тренироваться по силуянова потому что он никакой например методики не предложил то есть если мы вот обратимся например к вейдеру да он говорит что принцип повторных субмаксимальных усилий ведет к построению экстремальной массы там например 4 по 15 Но я здесь как бы боюсь ошибиться, но насколько мне не изменяет память, то как бы Майк Менсор сказал, что это неправильная методика, а методика правильная, поднимать сверх предельные веса один, два, три раза и делать много подходов и будет вообще. Вот. То есть здесь столкнулись две методики. Ты волен выбирать, пойти по вейперским принципу или пойти по Менсору, да, там как бы, вот, думай, да, там, или как это называлось, труд. Здесь совершенно иная ситуация. Виктор Николаевич Силуянов перед тем, как предложить, так скажем, спустя 10-15 лет своей научной работы какие-то предложения по методике, он совершил-то совершенно другое. То есть он мыслал совершенно в другом направлении. Он пытался вскрыть причины вот такой вот спортивной адаптации. Качаемся мы годами или гребем годами или бегаем. Почему так? То есть первое, на что следует обратить внимание, что сделал Виктор Николаевич Силуянов, он добавил к вопросу, как качаться. Второй вопрос, на который надо искать ответ. Почему именно так надо качаться? То есть именно вот это вот ключевое, которое он всегда называл, что ребята, нам пора переходить от эмпирического мышления к теоретическому, это значит, нам пора начать раскрывать суть явлений. Нельзя сказать, что это методика Силуянова. То есть человек, как философ, как ученый, попытался раскрыть суть явления. На том уровне понимания, на том уровне доступности биологической, медицинской информации, у него это получилось более чем стройно и логично, что сейчас, заходим в YouTube, пишем основы силовой тренировки, вылезает тысяча блогеров, которые нам рассказывают, почему надо тренироваться уже не 3 по 15, как мы привыкли, а по 20-40 секунд. Да, да, да. То есть есть же такая фраза, да, человек, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вот именно про Силуянов это тот случай, который ушел от слов оптимизация, нормализация, индивидуализация, адаптация, то есть куча слов, которые ничего не значат. Он просто сказал, что судя по всему, надо рекрутировать это, потратить там вот это, накопить там вот это, но накопить оптимально, и завтра у тебя будет вот это. Проверяется это вот таким-то тестом. И всем все стало понятно. Вот его ключевая заслуга. Мы бы сейчас без этих трудов до сих пор гонялись бы какой-то специальной выносливостью, да, с лупой пытались искать, где она есть. Оказывается, все вообще по-другому. Еще любят говорить специальный выносливость. Да, это ну педагогический язык, ее можно увидеть, например, на канале, или там на беговой дорожке, или в ринге, ее можно увидеть. Но нам, как представителям школы Силуянов, всегда понятно, что за ней стоит, и как померить тот лимитирующий фактор, который там есть. Вот, поэтому вот это вот деление на Силуяновцев и не Силуяновцев, оно как бы неправильно, я считаю, и те, и другие неправы. А мое личное мнение, почему так? Потому что они не поняли, ни те, и другие не поняли основной посыл и основную заслугу Виктора Николаевича Силуянова, который, как бы, предложил специалистам прошлого века посмотреть на человека немножко более сложно. Не как большую 100-килограммовую одну клетку такую жирную с входом и выходом, где лежит энергия, где лежит сердце, где лежит аппарат дыхания, где лежит энергетика, механизмы энергообеспечения. Вот, и все это как в большом компоте функционирует. Вот, он предложил, как бы, не забывать о физиологическом устройстве нервно-мышечного аппарата. То есть, грубо говоря, предложил ответить всем биоэнергетикам и всем биохимикам на единственный и самый мощный ключевой вопрос. Как регулируется сила мышечного сокращения, когда вы рассуждаете о зонах мощности? Мы, к сожалению, этот ответ в учебниках по биохимии, посвященных биоэнергетике, не найдем. И для меня это стало откровением, когда он сказал, Вась, ну, попробуй прочитать внимательно главу, посвященную нейромышечной физиологии, то есть управлением, произвольным управлением мышечной активностью, и потом биоэнергетикой спорта. Попробуй прочитать их сразу, сначала одну, потом другую, а потом поменять местами. И у тебя должен возникнуть вопрос, что-то тут не так. Потому что в любом учебнике у Волкова Николая Ивановича, блестящий был ученый, у Коца Яков Михайловича, у Черемисина, у Солодкова, у Михайлова, есть главы, посвященные классификации мышечного волокна. Оттуда мы знаем, что есть белое, красное, окислительное, гликолитическое, быстрое, медленное. Все это есть там. И там же есть эти главы, где написано, расписаны, раскрыты механизмы энергообеспечения. Креатин фосфатный, гликолитический, аэробный. Они соотносят это с видами спорта. Но никто, кроме Силуянова, не сказал, что это одно и то же. Потому что именно биоэнергетика, о которой идет речь, лежит не в организме, а лежит в волокне. Именно переход от доминирующей системы энергообеспечения, например, с аэробной на гликолитическую, с гликолитической на креатинфосфатную, осуществляется где? Конечно же, именно в волокне. Вот ключевое. То есть люди, которые ассоциируют Силуянова только со статодинамикой, миофибрилами и митохондриями, к сожалению, я вынужден констатировать факт, что они его либо, а, не читали, либо, б, не поняли. Потому что это самое последнее, с чем надо ассоциировать труды Виктора Николаевича Силуянова. Ключевым является момент именно вот это. Переход от практической модели к теоретической, объяснению сути явления. И второй момент, как регулируются силы мышечного сокращения. Отсюда всем сейчас уже известное правило рекрутирования. Напомню, первое упоминание о нем, 66-й год, 50 лет назад, по-моему. И я больше чем уверен, если бы не Силуянова, мы бы и сейчас это все упустили из виду, как мы упустили все остальное. А сейчас, конечно, да, как бы в тему скажу, много деятелей находится критиковать Силуянова, что оказывается надо не 40 секунд закисляться, а 43. Это очень удобно, когда тебе построили дом, ты пришел с важным видом и сказал, слушай, а козырек, что-то вот угол можешь чуть-чуть, а то дождь капнет. И уже говорит, слушай, мастер-то ты не очень. Можно посмотреть, кого ты потренировал. И бицушку свою покажи, сколько у тебя сантиметров. Честно, ну, обидно за ученого, за настоящего, потому что, как бы, ну, все, что вот я сейчас кому-то там говорю, рассказываю, все благодаря Виктору Николаевичу Силуянову, его именно светлые мысли. Потому что его бессмысленно запоминать. Потому что большинство людей, кто по нему работает, его просто цитируют в тупую. Попади, не попади, там, не знаю, окислительные мышечные волокна тренируют в тех видах спорта, где их не было никогда в помине. И которые не нужны. Да, и которые не нужны, у которых нет потенциала гипертрофии и прочее, прочее. То есть, и потом расстраиваются, говорят, что Силуянов аферист, коммерсант и, как бы, ну, обидно очень за человек, потому что я его лично знал, и я знаю, что он за свою жизнь не нажил ничего, ничего. Если вы посмотрите на его видео, он всю жизнь в одной и той же пола проходил с тремя пуговками за 100 рублей. Как бы это и смех, и грех, но это так. Его пытаются лить, вот он, что вот он. Он искренне занимался, он был там своего, ну, рода не то, что социопат. Я его, если честно, вот, звал на Матч ТВ. Сейчас, благодаря моим друзьям, Григорию Дрозду, Дмитрию Кудряшову, как бы, я к ним обращался за помощью. Я говорю, можно сделать интервью, там, в Спорт.ФМ, Матч ТВ. Они помогали, люди были готовы, но Виктор Николаевич ни в какую никогда не соглашался. То есть он медийности и известности просто избегал. Он, как бы, по возможности сидел у себя на даче, там, выращивал крыжовник и занимался наукой настоящей. Поэтому, ну, для меня он, как бы, всегда в памяти останется честным, добрым, умным, порядочным, настоящим ученым. Вот, поэтому... Нет, ну, это настоящий ученый. Да, поэтому здесь они будут пытаться его критиковать. Но, я говорю, еще раз, вот две ключевые вещи. Ну, и третью вещь, кстати, можно сюда же добавить. Это подходы к тестированию. Кстати, да, вот по поводу тестирования. Да, и сходил. Можно уточнить, да, какая сейчас ситуация в тестировании у нас, и можно ли протестироваться вне лабораторных условий, потому что многие просто этого себе, на самом деле, позволить не могут. Понятно, что подойдут это все серьезно, там, и с гипоксической маской, и там, ступенчатый тестовак, максимальная мощность и так далее. Разберут меня там по кусочкам, скажут, что мне необходимо доработать. Сложилось так, что многие спортсмены просто не обладают теми ресурсами и знаниями, да, что им необходимо. Что ты можешь сказать по этому поводу? Как раз к предыдущему вопросу, и плавно перетекая в этот вопрос, да, действительно, и подход к тестированию работоспособности из-за того, что Виктор Николаевич понимал материал вот этот физиологический совершенно по-иному, естественно, и подходы отличались и отличаются. То есть, он один из первых в стране, сейчас постепенно только к этому переходит, предложил тестировать локально работоспособность разных мышечных групп, которые выполняют основную работу в том или ином виде спорта. Взять, например, ваш вид спорта, если, ну, я правильно понимаю, большую часть работы выполняют мышцы рук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!